15 января в 11 часов в дежурную часть поступило сообщение о чрезвычайном происшествии в микрорайоне Ветлянка, связанное с угрозой жизни и здоровья несовершеннолетнего ребенка со стороны вооруженного холодным оружием отца. На место происшествия незамедлительно был выдвинут личный состав подразделения межмуниципального отдела Балашовский. По прибытию на место приняты меры блокирования улиц и безопасности граждан, находящихся на территории проведения мероприятия. Так, давайте с той стороны блокируйте все улицы, чтобы гражданских не было. Быстро на ту сторону. Полицейские пытались убедить мужчину отпустить ребенка, но тот никак не реагировал. Исходя из того, что злоумышленник был в состоянии опьянения, вел себя неадекватно, проявлял агрессию, с каждой минуты нарастала угроза жизни и здоровья несовершеннолетнего, возникла необходимость принятия кардинальных мер по его обезвреживанию и спасению жизни несовершеннолетнего ребенка. Так, в ходе переговоров злоумышленник потребовал отвезти его на один из адресов. За рулем автомобиля находился участковый уполномоченный полиции Алексей Ульянов. Ну, в салон сел мужчина, на руках у него, потом посадил к себе на коленке ребенка. Ребенку было лет 10, наверное. Он одной рукой левой удерживал ребенку за шею, за горло, а в правой руке у него находился нож, которому он угрожал ребенку. В один момент он почему-то отвлекся на меня, сказал, что я его в чем-то обманул, и в этот момент отвел нож, намахнулся на меня. Я увидел, что ребенку ничего не угрожает, перехватил нож, схватился за нож, началась борьба. Я попытался вырвать нож у него, чтобы он не поранил ребенка. Полицейским удалось освободить мальчика от удушающих объятий злоумышленника. Для полного обездвиживания и задержания подозреваемого, оказывавшего активное вооруженное сопротивление, сотрудниками полиции применялось стабельное оружие. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации в Саратовской области в отношении 35-летнего жителя города Балашова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 пунктом В части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающий ответственность за покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии. Денис Желтов, Анатолий Чернов, дежурная часть, Саратов.